Их святая обязанность – охранять наш покой и держать на замке рубежи страны. 28 мая свой профессиональный праздник готовится встретить пограничники Беларуси. Эта дата в нынешнем году – юбилейная. Исполняется ровно 100 лет со дня основания органов пограничной службы Беларуси и отметить ее намерены с размахом. Юбилейные мероприятия в Пинске в честь Дня пограничника начались еще до официальной даты празднования векового юбилея. В субботу в городском парке культуры и отдыха имени Днепровской флотилии для жителей и гостей столицы Полесье было организовано масштабное мероприятие, главными действующими лицами которого стали пограничники. Они подготовили большую развлекательно-познавательную программу. Открыл ее плац-концерт военного оркестра Пинского погранотряда, порадовавший зрителей яркими и узнаваемыми нотами известных произведений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Праздничную эстафету подхватили артисты, участники концерта в честь Дня воина-пограничника. Его образ стал героем песен и танцев, которые гостям праздника дарили юные и взрослые исполнители. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять дозор уводим, сжимая автомат. Мы стали здесь все время и строже. Развлечения для себя в этот день мог найти каждый. Многие не применулись делать памятное фото, в том числе в компании героев праздника – пограничников. Ну и как же мальчишкам не подержать в руках настоящее боевое оружие, с помощью которого стражи рубежей несут службу. Да еще и пострелять из него, правда, по электронным мишеням. Вооружение, современная техника, спецсредства и снаряжение пограничников были представлены на выставке. Одном из самых популярных мест, мимо которого не мог пройти ни стар, ни млад. Мне понравилось оружие, которое с лазером. Мне очень нравится это представление, оружие. Мне нравится, как разбирают, собирают. Тут много чего очень интересного. А что ты знаешь о пограничниках? Пограничники охраняют границу. Пограничники – это люди, которые охраняют наши жизни, можно сказать так. Здесь, в этой части, я когда-то служил. Я его привез на этот праздник специально, показать, где я служил, как я служил. Показать людей, с которыми когда-то проводил службу. Показать оружие, с которым общался во время службы. Понравилось присутствие народа. Первое, значит, понравилось выступление оркестра. Понравилось отношение от ребят, пограничников, ребят к молодому пополнению. Я всегда считал, что надо как-то все время воспитывать. Есть традиции. В России это очень развитое, так сказать, патриотическое воспитание. Я желаю ребятам, пограничникам здоровья, удачи. Ну и, конечно, любви и взаимоподвижения в семье. Ибо любая служба – тыл, а это самое главное. Уходили гости праздника не с пустыми руками, а с подарками и призами. Их мог заслужить любой участник спортивно-развлекательных состязаний, продемонстрировав умение играть в шахматы или покорять перекладину и брусья. Нашлось место и проявлению творческого таланта, который демонстрировали юные художники. Не забыли пограничники и попотчевать проголодавшихся гостей настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Запоминающимися и познавательными стали показательные выступления кинологов и пограничников отдела повышенной боевой готовности. Праздничные мероприятия, приуроченные к вековому юбилею органов пограничной службы, состоятся также 28 и 31 мая. Запланированный митинг и возложение цветов к мемориальным комплексам Пинска, прохождение по улицам города, мобильные экспозиции музея истории Великой Отечественной войны и эстафета «100 лет на страже границы Отечества». Субтитры создавал DimaTorzok